Можно понять и делать, но это схема, почти как свободное плавание. Но то, что мы можем сказать, что без этой связи ничего не получится, ничего хорошего. А без ресурсов это то же самое. Если цель это нечеткое, непонятное, может быть даже недоступное, то это тоже нехорошо. Мы успели провести только в одну сторону. И я обратил внимание, что большая часть времени потребовалась для работы с препятствиями. И когда работа была проведена, то ресурсы, вторая связь, третья связь, они подтянулись сами автоматически. Да, то есть сначала это первый и наиболее важный этап. Да, да, да. И вот именно препятствия, когда препятствия трансформировались? Да. Это наш подход. Мы не стараемся убить препятствия, мы хотим их убить. Да. Чего они хотят? Чего хотят, чтобы было? Потому что это, ну если это внутреннее препятствие, это только мы. Еще что-то интересное? Наталья. Когда мы пришли в упражнение, то на моменте связи с собой, когда мы представляли цель, появилась история про младшего «я». То есть это и было препятствием, и мы посмотрели на младшее «я», подружились с ним, пригласили его, дали ему ресурсы. И, в общем, конфликт, который не давал двигаться, он был решен. Потому что и младшая «я», и взрослая часть, они хотели одного и того же. Удалось договориться и уже тогда связаться с целью, увидеть ее, добавить ресурсы, и тогда это стало возможным. И мы пробовали, и, в общем, что-то там получалось. На 70% на сегодняшний момент это получается, это уже есть, и это успех, который мы решили зафиксировать и пробовать дальше. Спасибо. Уважение. Да, это очень приятно слышать. Я с большой благодарностью за это упражнение. Потому что мне, как клиенту, было круто ощутить, когда и голова, и тело, и душа, и я все вместе. И это прям такое классное ощущение, потому что до этого как будто бы все было по отдельности. Вот там голова много говорила, там тело как-то кусочками реагировало, ну то есть вообще до семинара. Душа туда как-то пошла и… Да, вот все вот это. И прикольно, у меня было препятствие связано, ну оно было с телом связано, да, обнаружено там. И когда правда договариваешься, то потом все следующие этапы, они вообще настолько быстро идут, и все так закручивается, и это так ярко. Но это прям вот до мурашек, не знаю, на коже, это очень круто. А с кем работала? Я работала с Катей, я с большой благодарностью к ней. Это уже не первое упражнение мы с ней делаем, она очень чувствительна, она очень классно присоединяется. Я прям ее благодарю за этот опыт, вот, за возможность быть вот такой полноценной, вот это ощущение, это очень круто. Вот, и как терапевта мне тоже очень понравилось, и было прикольно обнаружить, что препятствия были и внутренние, и внешние. И когда ты там начинаешь их приглашать, да, начинаешь с ними работать, это такое удивительное приключение, столько всего открывается. Да. Это прям, ну, крутое вообще ощущение, прям, благодарю за это упражнение. О, я очень рад. Да, спасибо большое. Пожалуйста, тебе тоже. Ричард, у меня вопрос такой возник. Скажите, пожалуйста, а вот при выполнении этого упражнения, возможно ли его продлить на несколько сеансов? Ну, например, мы коснулись препятствия, которые, ну, за одну встречу, ну, не решить, ну, то есть мы подошли, да, к чему-то близко, вот, а на следующей уже встрече, ну, более такая глубинная, да, препятствия, а потом уже вернуться к тому, ну, к цели, к чему мы стремимся. То есть вот такой подход, он имеет место? Да, можно, можно, это, я думаю, Алена, наша задача, это не максимально быстро закончить, а это наслаждаться процессом, потому что фактически процесс всегда продолжается. Это только мы думаем, что, о, да, я могу решить эту проблему, я могу это цел достичь, и тогда все будет хорошо, но это все время это процесс. Это не в том, что у меня только одна проблема, если я ее решил, тогда могу просто сидеть на диване и смотреть телевизор. Это, это, мы, мы всегда, это, преодолеваем препятствия, если мы к чему-то стремимся, мы всегда учимся, это значит, что-то непонятно, вот это происходит, и мы разбираемся, мы, мы, наша задача может быть эластична, это лучше и лучше действует, а решить все проблемы или закончить, но это никогда не закончим. Ну да, в рамках упражнений достаточно того, чтобы, ну, достигли цели, да, как бы, в рамках упражнений. Ну да, как 70% это неплохо. Да, а если это глубоко работает, то это ж может вообще на несколько сессий. Ну да, да, это, это все жизнь, но это не значит, что я буду клиента держать на 20 лет, это… Я могу дать толчок, и он должен тогда сам продолжать это. Я помню случай. У нас была коллега и студентка тоже, и говорит, спрашивает у Ричарда, а сколько по времени у вас сессия идет обычно? Ну, Ричард говорит, она на семейную приехала, поэтому не видела, как он индивидуальную терапию делает. Ричард говорит, ну, около часа обычно, иногда там чуть больше, иногда чуть меньше. Она говорит, а я со своими клиентами глубинную проработку, ну, пять-шесть часов мы делаем, мы все успеваем за одну сессию прорабатывать, люди больше не возвращаются. А я представила, шесть часов терапии, о господи. Я бы тоже не вернулся. Это, представляете, в десять утра начать, в четыре вечера закончить. Да, да. Ну, интересно, когда клиент не вернется, почему? Потому что он доволен или недоволен, или иногда полезно это выяснить, потому что не всегда мы получаем обратную связь. И эта обратная связь, наверное, всегда полезная. И я просто сейчас ленюсь, я не спрашиваю. Раньше я звонил и заинтересовался, как идут дела и все прочее. И в основном, в моем случае, они просто дальше продолжались и чувствовали, что это необходимо вернется. Они, ну, они сказали, да, это полезно, это спасибо. Ну, иногда я сказал, нет, не полезно. Ну, чаще всего полезно. Но это не в том, что они решили все проблемы и не надо вернуться. Это в том, что они чувствовали, что они могут сами это продолжить. И вот это, наверное, все, что мы можем это делать и на все, что мы можем надеяться. Еще есть такой момент, как Джей Хейли писал, это в том, что когда человек приходит на консультацию с какой-то острой проблемой, ну, например, головная боль, да, мигрени у человека или что-то другое продолжающееся. И в его реальности ему воспринимается, что единственное, что он хочет сейчас, это вот решить эту проблему. А потом, когда эта проблема решена, это все отходит на второй план. И даже Ричард рассказывал такой случай, вот как раз головную боль, они встретились, по-моему, через год, да, ты сказал, с клиенткой. И просто вне контекста терапии, по-моему, где-то в магазине увиделись или что-то, она была очень рада видеть. И по физиологии это все показывала, они болтали. И потом Ричард говорит, а как, между прочим, твои мигрени? И она сразу даже сначала не могла понять, про что он справился. А-а-а, это прошло, все нормально, типа уже нету. Но если ты сравнишь вот просто видеозапись, как человек принес эту проблему и как он рассказывал, это жизнеопределяющее. А когда решено, ну, это прошло уже вроде бы и все. Такая вот специфика нашей работы. Да, я помню, когда Джонатан Райс спас меня и изменил мою жизнь. И действительно, я много раз это сказал, потому что я так и считаю. Это для меня это был поворотный момент. И при этом с этой пор я стараюсь стать человеком, с этой пор я стараюсь понять, как эффективно помогать. Благополучные отношения это в семье и благополучную семью. Это не в том, что это он все решил и дальше ничего не надо было делать. Он освободил меня от того, что останавливал меня, останавливал меня. И дальше я должен был сам продолжить. И до сих пор продолжаю. Поэтому я из моего опыта, я не думаю, что мы можем решить все проблемы для другого человека и даже для себя. Но мы можем, по крайней мере, помочь человеку делать это еще шаг. Или мы можем помочь ему изменить ограничивающие убеждения, которые не позволяют действовать эффективно. Или связаться с самим собой. Мы можем делать что-то конкретное, которое открывает новые возможности. И он сам самостоятельно, он это продолжает. Я не думаю, мы можем больше достичь. Но, конечно, это не мало. Илона? Да, я хотела тоже поделиться, что мы в упражнении на сопротивление, ну, пришли к сопротивлению в теле. О, это моя любимая, да. И я знаю, что это простыта. У меня эмоции, я эмоции свои уже чувствую, где какие. И когда мы туда посмотрели, Саша очень провел меня великолепно и бережно, и мягко. И я даже не знаю, как он это сделал, но это было настолько прекрасно, что меня прямо шарошило, про что это вообще, как. Все перевернулось. И в результате я вообще не поняла, что мы закончили. Это было где-то на уровне тела. То есть у меня какие-то слезы, но я понимаю, что они… Ну, это восторг какой-то вот от этих осознаний и от того, что мы смогли вот это пройти. Вот такое было в конце. Я им очень, очень благодарна. Не только ты. Это не я. Это ты. Я очень люблю три позитивные связи и, слава Богу, активно уже этим пользуюсь, потому что мне приходится, особенно последние несколько лет, каждое утро себя просто настраивать на то, чтобы… Если нет цели, то поставить ее. И сейчас, когда мы в упражнении с Кириллом стали делать, я думаю, а где же мое сопротивление? И потом думаю, нет, это, наверное, я сейчас всю секунду, у меня нет сопротивления. А что у меня было утром? Стала, в общем, с головой активно диалог, а потом думаю, так, да голова, добро пожаловать, спасибо. Благодаря тебе я много чего прошла. И так интересно было, что вот мое сопротивление – это и голова моя, и в то же время, и вот моя цель, она и есть уже ресурс. Вот это вот для меня, это было что-то новое, что я для себя сегодня открыла, что… Моя цель уже есть ресурс, здорово. Да, сама цель, она уже мой ресурс, потому что, ну, это связано с какой-то жизненно важной темой для меня. Ну, это опять про сына, потому что это сейчас главная фигура в моей жизни, и, ну, там есть много разных областей, сфер. Я думаю, ну, вот, вот довести его до нормы, вот это же все, вот поддержка, а где же мне брать вот силы? Потом я думаю, ну, вот это сама моя цель, она и очень большой ресурс для меня. И, может быть, это вообще то, что сейчас, ну, как бы постаралась с мета посмотреть со стороны, и я вдруг это думаю, Эврика, вот уже оно, как удивительно для меня. Потому что все вот эти ресурсы, которые обычно я использую, там, это, ну, поддержка близких или мои знания, и всегда у меня есть возможности, и, слава Богу, вы в одном городе, мы всегда на связи. Это все, да, и то, что я умею настроить свое тело или выбрать себе состояние, когда я вспоминаю, спасибо голове, что я за намерение должна держаться, и тогда уже я вижу поведение, которое мне надо принять. И вдруг я первый раз поняла, что вот сама это моя цель, она ресурс. Когда я не вижу, может быть, других ресурсов, и вот это на первое место встало. Спасибо. Это... И Кирилл меня еще просил, он говорит, ну, ты же профессионал, ты, наверное, это сто раз уже делала и тысячу раз. Я говорю, Кирилл, я здесь учусь всегда со всеми, я каждый раз как, ну, абсолютный ноль прихожу. И это совершенно другая глубина, и каждый семинар, каждый раз, даже когда это что-то из упражнений, которое я уже делала, ну, я уже в другом состоянии, совсем другое погружение. А иногда это, наоборот, вот так, на поверхности, и вот раз, и что-то такое возникло. Спасибо. Спасибо, я благодарю сильно. Спасибо. Я бы хотела на основании того, что Илона сказала, тоже коротко пояснить. Ну, вы знаете, что у нас Ричард сертифицирует людей НОПИ практиками, не всех, естественно, а только тех, кто показал уровень. И на первом семинаре это, как правило, очень сложно. Очень мало людей получают практику сразу с первого летнего, например. Почтение бывает. Да, и тем более сейчас это сокращенный вариант, всего две недели. На моем опыте были семинары, когда вообще никого не сертифицировал он, потому что он дает сертификат именно не из-за того, что человек прошел программу, так, прошел практик, прошел мастер, прошел тренер. Нет, он так не работает, и я уже пришла в эту систему, когда к нему учиться, уже так было. Раньше люди даже учились там по пять недель, по восемь, и вот такие ходили слухи, о, это вообще, если он там за восемь недель ты получил практик, это как круто. Вот, и для меня, как для методиста, для педагога, вот эта система, мне кажется, она наиболее такая справедливая и экологичная. И в чем у нас отличие от других программ, вот, которые дают и в русскоговорящем, и в международном пространстве, в том, что, во-первых, программа, она, каждый год, она меняется, то есть, если мы, вот вы посмотрите подарочный курс, который мы вам в личных кабинетах летний, 22-й год, это на данный момент трехнедельный, вот это две недели мы здесь занимаемся, там тоже трехнедельный, там третья неделя полностью генеративная, вот, если вас заинтересовало, посмотрите, это у вас уже есть, можете больше изучать, встретиться. Вот, но сама программа, она, да, она меняется, есть какие-то форматы, которые мы повторяем, но все равно даже тот же рефрейминг, если вы посмотрите, это будет другой рефрейминг, не вот как, допустим, с Наташей показали, будет отличаться. Вот, и возвращаясь к вопросу сертификации, у нас на мастера нет отдельной программы, то есть семинар, он семинар, человек приезжает, проходит программу, даже если он, например, уже практик, не факт, что он получил практику, а на следующий год он будет мастер, потому что владение техникой до мастерства, это уже вообще другой уровень. Там, ну, вы знаете, чтобы стать мастером, есть вот эта волшебная цифра 10 тысяч часов заниматься. Это не имеется в виду, что 10 тысяч часов семинара, имеется в виду, что много-много часов ты это практикуешь, работаешь с людьми, отрабатываешь вот эти техники вне семинара тоже, читаешь книги и так далее. И когда человек приезжает, вот он уже сертифицировался практиком, занимался, то его прямо видно, как он работает, это другой совершенно уровень, хотя программа та же самая. И мне вот это очень нравится именно у Ричарда, что, вот как Илона сказала, каждый год вот я, допустим, уже слушаю вот это все, прохожу эти семинары, слушаю его преподавание уже 15 лет. И иногда у меня спрашивают люди, которые у нас там 2-3 раза были, вот как вот вы опять, неужели не скучно? Ну, мне это не скучно, потому что это же все время разное, это новый уровень осознания и владения. Один семинар ты смотришь там, первые 5 лет, наверное, я смотрела на шаги техник, вот это все, как он сочетает. Потом уже, когда технику знаешь, ты смотришь на другое, например, на мета-уровень, как он группу строит, как он вот это ведет взаимодействие с участниками. Потом ты смотришь еще на какие-то аспекты, и каждый раз ты же проходишь свое собственное развитие в этот момент. Моя жизнь год назад совершенно другая, чем сейчас у меня жизнь. И поэтому новые цели появляются, новое осознание, как бы новый фильтр, через что ты смотришь. Вот, и поэтому мне вот это интересно, и я понимаю Илону, что она говорит каждый раз как с чистого листа. Я помню, у нас была одна участница, уже был семинар здесь, очень талантливая девушка. И она первый семинар прошла, она вообще не сертифицированная, просто сертификат участника получила. Потом на следующий семинар она приехала, она так целенаправленно занималась, просто все упражнения, все в голосовании, просто вообще такой прорыв у нее был. И она говорит, я, говорит, весь прошлый семинар просто проспала. Мне, говорит, так со мной, говорит, жалко, но с другой стороны, наверное, говорит, это был такой этап развития. И вот когда второй раз она уже слышала, она потом ко мне подходит и говорит, как вот это он все связывает, я сейчас поняла, вот это в прошлый раз это в конце было, сейчас это в начале. То есть вот это все потихонечку устраивается в мировоззрение. И мне кажется, это позволяет избежать вот такого вот формализма, что много раз у нас бывало, что люди приезжали в других школах сертифицированный мастер и тренер, а у нас даже он на практика человек не вытягивал, что он не работает на уровне. Он как бы какие-то свои схемы он может и выучил, но вот в коммуникации вот это все развернуть, все вот это вот так оформить он не может. Хотя вроде бы теоретически он там прошел программу четырехмесячную, вот эти вот все моменты. А мне именно нравится, что здесь на практику направлено и на владение в самом деле техникой. Можно я добавлю, я вот училась в разных подходах тоже, но может быть это не все, конечно, да, но там две ступени гештальтерапии, процессуальная психотерапия, телесно-ориентированная. Гешталь, да, две ступени. Если будете плохо себя вести, у нас у тренера черный пояс по гештальту, да? Ну вот процессуалка, она тоже такая, ну такая гуманистическая, она мягкая, тоже очень клиентоориентированная и все. Но вот я всегда про это говорю, еще раз хочу сказать, что так как здесь вот то, что дает Ричард с Оксаной, именно налаживание отношений. Ну вообще это как будто бы самое главное вот для меня, потому что это позволяет присоединиться, а значит, ну все получится. И я помню один раз мы делали упражнение, я потом делилась, я говорю, Ричард, ну вообще там много было шагов, я сейчас точно не помню, какое это было именно. Я говорю, мы все это время только наладили отношения. И Ричард тогда мне сказал, ну возможно это то, что нужно было. И вот это вот то, что не в рамках, и то просто бегите по упражнению или там. При этом мне еще очень нравится, что всегда вы здесь предупреждаете про то, что это упражнение. И нужно сразу такая немножко как бы свобода и ответственность про то, что насколько ты погружаешься, что это не терапия, что это ты учишься и вот в этом формате обучения все это проходит. Мне кажется, это очень важные моменты, я как человек стрелянный гештальтом, в котором, ну у меня не было таких, так сказать, ну предпосылок, я не знала, как вот это все выстроено организационно, да. И это было просто, я как будто в пропасть провалилась, я уже многим ребятам рассказывала, что я целый год просто спала, потому что моя психика просто не выдерживала. Вот. И тогда я попала на трехнедельный семинар, да, трехлетний, в 2018-м, и это вообще был другой мир для меня, потому что вот это пространство само и сама вот эта организация, это все мне было в первый год совершенно непонятно и не видно. Я такая смотрю на Ричарда, думаю, ну вот, конечно, у него жизненный опыт богатый и больше сорока лет изучения мозга, какие комбинации он не знает, он просто своим присутствием лечит. Потом Оксана, все это по структуре, по шагам, и я присоединяюсь к тому, что с первого раза вообще непонятно, просто оно происходит, это волшебство и чудо, и это надо, конечно, прямо мастером быть, чтобы это было потом заметно и понятно вообще, что это. Потому что в этот момент не чувствуешь себя вот, ну как бы учеником, который не понимает, как я вчера буквально или позавчера рассказывала здесь, когда первый раз Оксана с Ричардом шли, мимо вот, ну, мы занимаемся по два, по три человека, и они идут, и я сразу заерзала на стуле, что вдруг я не присоединилась как надо, вдруг я не чувствую своего клиента, а что я сейчас в моей физиологии, что выдают? И Ричард так подошел тихо, так руку на плечо положил, я здесь, чтобы поддерживать тебя, а не ругать, и все, у меня просто все перестроилось в голове. И теперь на самом деле, когда я что-то не знаю, я просто думаю, а как бы сейчас вот мои учителя поступили? И это такой хороший пример для меня. Спасибо. Спасибо, Илоночка. Это честь быть названным твоим учителем. Если я, если я с вами разговариваю, и я пишу правша, я туда смотрел, какой вывод вы можете делать? То есть, что это значит? Я что-то, это внутренний голос слышал, или я что-то вспомнил, или что-то придумал, или какое-то ощущение было? Я знаю, Илона знает, Саша знает, Ана знает. Вот это по-английски i-accessing cues. Ключи глазного доступа, сейчас я вам скину в чат. Это один из наиболее интересных открытий от Гриндера и Бандлера. Они заметили, и по-видимому, первый раз, я не знаю, почему так раньше люди не заметили, что опять, если я организован как правша, пишу правша, туда смотрю, я это зрительный образ из прошлого, я что-то припоминаю, я вспоминаю. И я смотрю быстро, несознательно, я не замечаю, и обычно это ненадолго. А если наоборот, я туда смотрю, это почти всегда, это какое-то ощущение, это какое-то настроение, это чувство, что-то киностатическое. А на этом уровне, это обычно, это звук, это речь. Если туда смотрю, это я редко замечаю, но если туда смотрю, я слушаю что-то из прошлого, или ищу доступ к что-то слуковое из прошлого. А если я композитор, тогда, может быть, я туда смотрю, когда я представляю что-то новое, это какая-то мелодия, или что-то, или голос, может быть, который раньше не было, вот это я почти никогда не замечаю. А то, что я замечаю больше всего, это туда, когда человек вспоминает, туда, когда он ищет доступ к речи, он, может быть, он сто раз это рассказывал, это, может быть, анекдот, это, может быть, объяснение, это, может быть, хоть что. Но вот это уже знает, но он смотрит туда кратко, чтобы найти начало, и тогда он это рассказывает. И кинестетик тоже я часто это заметил. И нередко, когда человек представляет что-то, которое не было, когда он это, может быть, представляет что-то в будущем, которое раньше не было, он туда смотрит. И в соответствии для большинства, если правша, прошлое – это туда, хотя это может быть и сзади, а будущее – это туда, хотя разница есть. И раньше мы обратили много внимания на это. А если человек смотрел в период, это для будущего, что это значит, если в период для прошлого, что это значит, я сейчас не столько внимания уделяю, но я более-менее знаю, что происходит из-за его сигнала глаз. Неправильно говорю, но куда он смотрит, дает мне информацию, которую надо проверить, это всегда исключение. И, может быть, он пишет левше, а тогда все зеркальным образом, это наоборот. Но хотел просто это предложить лису, сами заметить, заинтересоваться, потому что это полезная информация. Но ожидайте исключения всегда, всегда есть. Еще, Ричард, можно вот тогда прокомментировать полезный момент, что иногда человек, когда пишет про вша, и мы просим его представить, например, будущее, ну, у левшей, конечно, наоборот, просим представить будущее там, и он представляет его в другой области, наоборот, со стороны прошлого. Вот это можешь прокомментировать? Очень интересно. Ну, это я заметил, может быть, 10-15 раз, что человек туда не смотрит. И если я просил что-то вспомнить, либо туда, либо туда даже, это где будущее должно быть. И если я спросил, он не заметил это не специально, а если я просил туда смотреть, не головой, а глазами туда смотреть, ему это очень неудобно. И в таком случае чаще всего мы заметили, что есть что-то весьма неприятное там, и очень мудрое его, бессознательное, это старается защищать его тем, что он не смотрит туда, не заметит, просто оставит в покое. Но это тогда, чтобы это делать, ему пришлось тогда закрыть эту область, и организовать все здесь, из прошлого, но которое не связано с этим. Но минус в этом, конечно, в том, что это очень трудно, если прошлое здесь, очень трудно представить что-то в будущем, которое отличается от прошлого. То есть, будущее не свободное, это занято с прошлым или прошлого. Поэтому это может быть полезно, чаще всего это я заметил, разбираться с этим. Может быть, если бессознательное не хочет, может быть, лучше это не открыть, тогда мы можем, используя самодалность, мы можем это дальше-дальше-дальше отправить, меньше-меньше-меньше, не зная содержания, и тогда оставить далеко позади, чтобы открыть эту область. Хотя это относительно редко, это, по крайней мере, пример о том, как мы можем использовать эту информацию. Раньше тоже мы много времени это уделили, это временной линии, или временным линиям. Нам казалось очень важно, если прошлое, это туда напрямую, или если туда идет, или прямо отсюда назад, или что. Даже есть школа, школа, ну, типа, школы, терапия, которая связана с временной линией, временной линией. Я сейчас гораздо меньше внимания даю, это все, но полезно это исследовать. Если у меня было бы это четырехгодное или летнее обучение, я бы, наверное, тратил несколько недель на эти разные моменты. Но когда у нас есть меньше времени, я просто от моего желания, чтобы не пропустить важное, я меньше времени уделяю вот этим моментам. не потому, что они не интересны, не важны, а потому, что, мне кажется, они не на первом месте. Но это просто из моего опыта. Но другой человек может иметь другое мнение. я думаю сейчас, ну, чаще всего, самый большой ресурс, когда мы начали с человеком, это наши отношения с ним. и может быть, это потому, что сейчас, спустя много лет, я, 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 как сказать, когда я вежливый был, я не молодой. и когда человек смотрит на меня, может быть, он видит во мне это какой-то архетип или что, и использует тогда вот вот эту возможность, я могу это просто благословить его, смотреть с одобрением, видеть его, как Джоан Грендер со мной сделал, как Абрам Ильич со мной сделал, и все, что Джоан Грендер это давал, все, что он объяснил для меня, это вообще, это даже ни одного процента, когда я сравниваю с тем, как он смотрел на меня и благословил меня. Вот это, это до сих пор то, что это я беру с собой, и это больше всего то, что помогло мне. Я, я поэтому подчеркиваю важность отношения, и при этом есть разные проблемы, если есть в семье насилие, если есть алкоголизм или злопотребление наркотиков, еще серьезная проблема, но добрые отношения это недостаточно, это начало, это обязательно, но это мало. Тогда мы должны это действовать, чтобы это насилие прекратилось, даже даже если это, если мы должны это пригласить это, как сказать по-русски, ну, милицию или психиатру, или что, я бы не допустил, я бы не согласился, если муж бьет жену, или родители бьют детей, если есть оскорбление детей, изнасилование, или что, я это не допущу, я буду действовать даже не как психолог, а я буду действовать как человек, потому что это недопустимо, и все, что угодно, которое это поможет прекратить, я сделаю, без предела, но это редко бывает в моей практике, может быть, не знаю почему, чаще всего люди хотят улучшить свою жизнь, что-то препятствует, и это, можно сказать, это личностный рост, самая реализация, и в этом случае, тогда, я думаю, отношение, это может быть, может быть, это самое важное, но не в том, что это достаточно, но это очень важно, я думаю, как отношение с самим собой, это очень важно, вот это первые 30 лет моей жизни, мне было очень плохое отношение с самим собой, и это сильно мешало, очень сильно, а с так пор я лечусь, или и целяюсь, не знаю, это, и по крайней мере, по крайней мере, спустя уже 45 лет, после того, как я работал с Джонатаном Райсом, я могу сказать, что я себе нравлюсь, сказать, что я люблю себя, это для меня это непонятно, но больше и больше я действую по своим принципам преданно, по своим моралам преданным, и поэтому я могу смотреть на себя в зеркало и сказать, ну, неплохо, и для меня это подвиг, это то, что я раньше не мог делать, я думаю, для других людей это может быть это намного легче было, не знаю, но по крайней мере, если мы можем жить по своим принципам, это может быть непонятно, если мой принцип или чужой, в этом случае я предлагаю это мысленно нарушить и смотреть, как ты чувствуешь, если можно нарушить этот принцип мысленно, пожалуйста, или морал, и ты чувствуешь себя хорошо, то это не твой принцип, или ты социопат, не знаю, какой вариант, наверное, первый, здесь на третьем этаже социопатов нет, поэтому если ты можешь социопат буквально по определению, человек, который может причинить боль, повредить другого человека, ничего не чувствует, он не может все чувствовать, эмпатии нет, но исключаем вот этот случай, если я нарушил принцип и мне плохо стало, то это мое, а если чужое, я не чувствую себя плохо из-за этого, потому что это не мое, и я всегда ориентировался на это, правда, первые 35 лет жизни, я не понял, что можно мысленно нарушить, чтобы проверить, я по-настоящему нарушил, и тогда я мог понять, но тогда я узнал, что мысленно пойдет не хуже, и намного более экологично, и экономим много времени, и прочее. в конце концов, когда вы проверили, и вы знаете, что вы действуете по своим принципам, не чужим, и они твои, тогда надо жить преданно по отношению к себе, вот это иначе, как жить, и чему учить, это если мы можем жить преданно по отношению к себе, к нашим принципам, то в конце концов мы можем себе нравиться, а любить, я не знаю, ну, я мог любить от этого мальчика, да, вот это, наверное, я ближе, наверное, не мог любить себя, что это значит, я не знаю. В любом случае, у нас еще полчаса, давайте сделаем еще демонстрацию, я бы хотел показать пример, о том, что я стараюсь объяснить, вместо того, чтобы больше это объяснить. Давайте. по-моему, еще два человека, да? Да. Вы знаете, кто вы. Алена. Ура! Ура! Поздравляем! Так. Слышно? Я знала, наряжалась. Чуть выше, да. Да. Интуиция хорошая. Да. И много Алена, ты видела разные цели, разные способы и прочее. И правда, я не знаю сейчас в нашем случае, что поможет. Но мне очень интересно узнать. Мне тоже. А что Алена хочет, если можно мне сказать? Хочу многого, а вот если вычленить что-то, ну себя новую, другую, уверенную. то есть мы представляем Алену в будущем, как ты представляешь ее, и как она тебе представляется, если легче? И что хочешь по-другому это видеть? Больше так уверенная, которая шаг за шагом достигает успеха, не тратя время на какие-то сомнения, неуверенность, какие-то внутренние отрицательные комментарии. невера в себя, ну такое. Когда я смотрел, и ты это смотрела, ты смотрела вперед, прямо как будто здесь, и ты на нее смотрела? Или это почему-то интуиция говорит меня какое-то ограниченное убеждение здесь появляется. это может быть просто моя фантазия. А давай скажем так, что мешает так? Ну, чтобы новая Алена родилась и появилась на свете, ты начала жить свою жизнь. А что, почему ты уже так живешь? Что мешает? это тоже самое взгляд, между прочим. Но не все это объяснили. То, что меня должен знать, чтобы помочь. объяснить еще, что мешает. Ну, обычно это как нас воспитывали, это прошлое. Да, рамки. Опасы, ну, не, редко мы понимаем кто мы, потому что это или к чему мы способны, достойные, хорошие. Может быть, если была идеальная семья, и все было сладкое и гладкое, может быть, тогда легко понять, да, я крутой, хороший, я достойный, я заслуживаю. Но я так не рос. Я всегда думал, что другие нормальные, я единственный ненормальный. это тогда я наконец понял, что все остальные тоже ненормальные. Нет, нет нормальных. Нет, у меня наоборот с недавних пор есть осознание, что у меня достаточно такое, ну, несмотря там какие-то моменты, достаточно счастливое детство было. Вот там мешали вот какие-то рамки, национальные традиции, какие-то вот мешающие какие-то факторы, которые ограничивали. А, то есть это ожидается, что ты будешь действовать по плану, по плану, по правилу общества, да, и надо делать как ожидается, и тогда мало пространства для Алены, и просто мы выполняем. Да, я же старалась быть хорошей девочкой. Да, ну, это наверное неплохо, но что это значит, правда? Нет, мешает иногда хорошая девочка. Да, потому что хорошая девушка не думает о себе, хорошая девушка думает о других, заботится о других, поддерживает, и помогает, и воспитывает, и убирает, и готовит, и прочее. А если наша хорошая девочка хочет быть человеком, если не, пожалуйста, тогда эгоистка. Да, это недопустимо. Да. Эгоистка, да, да, и что может быть хуже, чем быть эгоисткой, да, или эгоисткой, да. Но есть хорошие новости. Рада. Да. Очень рада. Это в том, что хотя да, может быть первая половина нашей жизни это другим людям принадлежило, вот эта вторая половина нам принадлежит. Наша очередь сейчас. Я беру с лихвой. Да. А еще момент. как хорошие порядочные люди мы должны заботиться о наших детях и при этом если мы не можем показать нашим детям и нашим ученикам, нашим клиентам, пациентам, если мы не можем показать пример о том, как жить достойно, радостно, как жить полноценно, как реализовать больше и больше нашего потенциала, тогда мы не помогаем нашим детям, потому что больше всего это наш образец, наш пример влияет. И если я все отдал детям, но это благородно, я думаю, но в конце концов, если не больше для меня, и я не мог заботиться о себе и жить интересно, не мог освободиться, не мог миловать себя, тогда мои дети это повторят, они тоже не смогут, и это мне кажется, ради них мы должны показать примеры о том, как жить прекрасно, как учиться, как реализовать себя, и как жить достойно, интересно, как наслаждаться, и как использовать вот это каждый день на ползу, потому что мы, по крайней мере, поняли, может быть, дети пока нет, мы поняли, что это не вечно, мы бессмертные, мы, в конце концов, умрем, и все, это, да, я понимаю, все продолжается, но без нас, это, и, и поэтому, к сожалению, или к счастью, но, да, ну, вообще, мне это обидно, что без меня это все продолжится, конечно, но, это так и будет, и, и, при этом, если мы можем это жить таким образом, чтобы мы затронули людей, чтобы мы помогли, поддерживали, чтобы они, они положительно вспомнят нас, то мы можем сказать, что мы, по крайней мере, живем вечно в их сердцах, и, наверное, это все, что мы можем, все, что мы можем надеяться, но это не будет, если мы, мы просто, это, мы живем очень жалко, все отдаем другим людям, ничего не осталось для себя, и не могли вот это делать, вот это, открыть, вот это, следующую, и следующую главу, если мы просто застряли, и ничего не учимся, не выражуем себя, то мы просто ходящие трупы, и бедные дети, они будут, они будут тоже ходящими трупами, это, или нет, может быть, они могут, мы не обязаны повторить судьбу родителей, но чаще всего так и делаем. Я стараюсь не повторять, потому я здесь. Да, я тоже. Если, если посмотрим, тогда есть, есть, это культурные нормы и традиции, которые очень ценные, которые мы не хотим потерять, а есть другие ограничения, которые нам сейчас не нужны. А если, да, если это 15-летняя девушка, девушка, девочка, то, конечно, она должна защищаться, потому что она может забеременеть, не в браке, не портить жизнь. Но, если уже это взрослая женщина, тогда она может жить по другим правилам. Я не имею в виду, это лакомысленно, но я имею в виду, что сейчас много того, что было нужно для нас, как дети, сейчас это уже другое. Давай посмотрим опять на нашу Алену и в будущем. И, может быть, даже не скажешь мне, какие конкретно, но как будто это моя метафора, можно свою придумать, но как будто это есть большой рюкзак, и там много-много камней, булыжники и прочее, и каждый, мы можем сказать, это как ограничение, которое уже не нужно. Да, это положительное было, намеренное, мы никого не обвиняем, это в детстве наверное это имело смысл, а сейчас я хочу, чтобы это мудро, и мы это мысленно делаем, можно вернуть булыжник в любое время, но мысленно, давай представим, окей, ну вот это булыжник, допустим, это конкретно, это наверное не нужно, я наверное это уберу, тогда уже чуть легче, а вот это другое, да, наверное уже это не надо, и потихоньку рассортировать, чтобы это все-таки рюкзак будет, и будут наши принципы, наши собственные принципы, моралы, но излишние или чужие мы можем убрать, и с каждым это булыжником, это легче и легче, а если мы нечаянно это неправильно это что-то убрал, мы это сразу чувствуем, Алена, потому что без осознательно это скажет, нет, нет, вот это нельзя, а если наоборот мы сняли вот это ограничение, вот это убеждение, вот это запрет, или вот это обязательство, и легче дышать, и просто как пространство появляется, тогда мы можем отдать, вот это уже сейчас, сегодня не нужно, может быть 30 лет тому назад было, не знаю, но сегодня уже нет, и все время имеем в виду, что вот эта вторая половина это наша, может отдала и нас долг, это сейчас мы должны показать пример о том, как жить, как жить достойно, радостно, интересно, как учиться, чтобы консикенсов накануне смерти мы можем сказать, ну неплохо, с каждым булыжником, я булыжники швыряю, у меня вот такой, я вышвыриваюсь, они там раздробились, раздробились все на части, отлично, а если кому-то нужно, они заберут, самый бруксак они поставят, и как она там и легко это даже рюкзак я выбросил ой но тогда ты можешь просто это свободно ходить, можно танцевать, можно даже летать, это и давай представим, как она свободно двигается сейчас дышит свободно и проверим что это именно то, что ты хочешь да, ей легко он даже на каблучках идет и давай отсюда убедимся, что нет подводных камней или что-то то есть если она дальше идет вот таким образом свободно достойно радостно и все прочее уверенно естественно ничего плохого не будет нет все хорошо прямая дорога тогда пожалуйста закрой глаза и хочу чтобы ты туда вошла и сама бросила все булыжники и в конце концов покинула этот рюкзак и тогда чтобы ты сама могла шаг за шагом идти в свое будущее собственное с легкостью но я не тераплюсь сначала булыжники надо выбросить потихоньку все что нужно остается и когда ты чувствуешь эту легкость и движение когда уже тело просто хочется танцевать и прыгать и не раньше тогда прошу тебя идти в новое будущее и проверить на уровне ощущения на уровне тела как тебя устраивает и что-то еще мы можем добавить если что то ты хочу проверить права жить? Да. А может быть эта женщина не должна жить? Радостная женщина должна пожертвовать себя? Нет. Нет? Нет. Не хочу. Хорошо. А ты уверена, что женщина имеет право жить полноценно? Абсолютно. А когда ты проверила, какое было ощущение? Согласие или сомнения? Нет, сомнений никаких, даже наоборот. Легкость. Каблуки. Красивые, стройные. Отсюда очень красиво выглядело. Да. Уверенный взгляд, осанка. Отлично. Уверенность, целостность, достоинство. И все бы ничего, если не были другие люди, конечно. А люди, да, рядом. Поддержка и взаимок, да, поддержка. Да? Экологичная поддержка, без какого-то перевеса в какую-то сторону. Семья? Семья рядом. Да. Они не удивились, что Алена вернулась и сейчас она просто очень легко и свободно идет и радостно. Они заметят, что рюкзаков уже нет. Они рады, рады. Да. Очень хорошая семья. Потому что, когда будет это наше будущее Алена, она будет вести себя, ну, по-новому. Вот это наша задача, это, к чему мы стремимся. Но при этом, когда она ведет себя по-новому, будут другие отношения. Потому что наши отношения, это наши паттерны, повторяющие. Ну, наши с этими людьми. Если я изменил мое поведение, не раз, я имею в виду, если это новый паттерн, то это новые отношения. Я думаю, что это ты права в том, что они поймут, но, может быть, особенно они поймут, если это всем выгодно. Если если они получают больше из-за изменения, то это они привыкнут, конечно, легко. А если они проигрывали каким-то образом, то с неодобрением тогда. Я просто хочу учитывать систему здесь, потому что это уважительно потихоньку показать, не сразу. Домой вернулась, и вот новый человек появился. Нет, конечно. Я понимаю. Потихоньку показать, чтобы они успели привыкнуть, это, ну, просто уважительно, я думаю. Угу. Хотя ты готова сразу, я вижу, я это уважаю. Это, мне кажется, это очень, очень хорошо. Это то, что нужно. Ну, и даже новая Алена, в самом деле, она добрая, она не эгоистка, эгоистка. Это при мне, да. Да. Да, она, она уважает себя, она хочет это, жить хорошо и заботиться о себе, реализовать себя. Ну, не носит других людей, не в том, что они пострадали из-за этого. Нет. Поэтому давайте на всякий случай, это может быть не твой случай, но из моего опыта я хочу чатно проверить. Итак, давай представим сейчас чуть-чуть расширюем рамку, чтобы есть это родные люди вокруг. И новая Алена вернулась, это без рюкзага, и она, естественно, ведет себя по-новому. И при этом я хочу, чтобы она видела каждого из этих людей, чтобы она могла вести себя по-новому и одновременно учитывать потребности вот этого человека и другого человека, чтобы в конце концов это ситуация, в которой все выигрывали. Я бы даже назвала с легкостью и с достоинством, вот так вот. Да. Ну и рядом тоже комфортно. Отлично. Отлично. Тогда давай войдем дальше в будущее. Может быть, пять лет, десять лет. Может быть, сначала отсюда. Давай представим Алену через пять лет, через десять лет. И представить, что она уже достигла, кем она стала, чем она занимается. Просто как, ну… Как-то все радужно. Очень хорошо. Да. И не обязательно мне сказать, но я спрашиваю, потому что вот это представление о том, кем она станет, чем она занимается, это прямое указание бессознательное. И как только ты это видишь и представляешь, твое прекрасное бессознательное это примет тогда и будет туда стремиться. Поэтому стоит это представить, ну, естественно, здоровье, счастье, это и любовь и все прочее. Ну и даже более конкретно, если хочешь. Не для того, чтобы меня сказали, для того, чтобы это оно приняло… Там расширяется жизнь. Да. Да. Детали всякие появляются, мелочи. Что появляется? Детали, мелочи. Да, 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 да. Интересно. И имею в виду, в любой момент, если нужен, можно это булыжник это вернуть или что они… Не, не надо мне их. Не хочу. Не на брать бы других булыжников. Нет. Эти нет. И, конечно, трудно это все представить, потому что это никто не сознает все, все свои способности. Они открываются потихоньку по пути, если мы к чему-то учимся или к чему-то стремимся. Угу. Угу. Ну да, оглядываясь назад, то уж как-то… ну не так мало достигнуто. Да. Угу. Да. Угу. 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 Потому что она долго ждала, и она взяла, как положено, делала, как все положено. А сейчас это тоже и ее очередь. И я хочу, Алену, чтобы она тоже всегда была с тобой. Потому что тогда ты не постареешь, тогда вот этот энтузиазм и энергия, спонтанность, вдохновение, это всегда будет, это ее. С прошлого семинара она со мной всегда, любая, даже если не хорошая, она прям со мной. Я имею ввиду, с летнего прошлого семинара мы работали там. Я понял, да. Угу. Вот тогда я хочу сказать, что очень приятно было с тобой танцевать. Да. Спасибо вам за вашу мудрость. Прям очень. Спасибо. Очень приятно, Алена. Взаимно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Образ со мной. Последнее слово. АПЛОДИСМЕНТЫ Имелось свое название. АПЛОДИСМЕНТЫ Они конкретные, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Можно делать из них танков. Как с танковки. АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Ага. Продолжить это точно. АПЛОДИСМЕНТЫ И так приятно было их выкидывать. Ой, вообще. Прям кайф. АПЛОДИСМЕНТЫ И смотрела, как они прям рассыпаются. Разбиваются на кусочки. АПЛОДИСМЕНТЫ О, тогда обратно никуда. Только вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, такое приятное ощущение, конечно. Очень. АПЛОДИСМЕНТЫ И главное, ты это заслуживаешь. ОПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Даже это вот страхи, которые, ну, они есть, к сожалению, да, вот, они, ну, как бы, есть они, ну, сопровождают, как обычного человека, эти страхи, которые ему нужно преодолевать. И для этого есть силы, для преодоления. Ну, да. Ну, я бы не выкидывал страх, как болыжник. Я бы договорился, потому что страх – это что-то внутри, я бы договорился с ним, какой процент нужен страху, потому что если это сто процентов, это просто страх, а если пятнадцать процентов, это осторожность, это мудрость, и это я бы оставил. И тогда страх преобразовывается и становится тогда мудростью, защитой, но не останавливает, наоборот, мы просто можем избежать ошибок, мы можем предвидеть что-то и мудро тогда действовать. Поэтому страх, да, это для ребенка, может быть, это нужно, я не знаю, но для нас это осторожность, это мудрость, это намного лучше, чем страх. Ну да. И он будет рад, потому что его намерение никогда было мешать, а наоборот, защищать, на какой процент нужен для защиты. Да, наверное, вот страх не как камень, который прям висит и тянет, а что-то такое мягкое, теплое, мое. Да, да, может быть, даже это что-то внутри, тогда это не на спине, это... И тогда это советчик, это, ну, сратник, это... Да, советник. Даже направляет, куда двигаться, где безопасно. Да, да. Особенно, когда мы делаем что-то новое, но мы раньше там не было, это новое. И тогда будрость, осторожность, это пригодится. Угу. Да, спасибо. Пожалуйста. Принимай. Пути души. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Ой. Они должны кушать? Да, но они сказали мне, что они хотят, чтобы укрепление распределиться. Ну, я так и планировал, конечно. Ну, ребята, вы должны кушать тоже. Давайте мы домой вернемся, и вы можете это обсудить все, что хотите. Но надо кушать. Вы встречаете через два часа, да? Да. Да, пожалуйста. Потому что эта Лена будет меня ругать, если вы сильно задерживаете. Я не сильно. Хорошо. Хорошо. Я включаю записи. О, когда мигает, значит, батарея сядет, да? Сейчас. Да. Когда мигает, значит, что батарея слабая, да? Да. Или, может быть, моя энергия переполняет. Батарея... Нет. Бай-бай.